Резонансное дело, новогодний экспресс и отработанные схемы. В Беларуси растут киберпреступления, как уберечь себя и близких. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Подсрочка с документами, готовность снегочистителей и Дед Мороз по скайпу. В Беловежской пуще будут поздравлять онлайн, как связаться с главным персонажем нового года. В режиме 24 на 7. Конечно, нагрузка на врачей сейчас большая. Врачи продолжают бороться с недугом, как проходит их день. Опасные шашки. Инспекторы охотятся на недобросовестных таксистов. Какие фиксируют нарушения? Допуск водителя к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского освидетельствования. 2,4 года. Суд вынес приговор по делу о насилии в отношении сотрудников милиции. Вскрылись ли новые факты? Ранее уже был судим за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Следующая остановка – автобусный парк номер 2. Данный автобус будут применяться на всех городских маршрутах. В Бобруск прямиком с конвейера МАЗа пришел современный автобус. Какие у него навороты? Протянул руку Богу. Из жизни ушел Диего Марадона. Чем запомнился великий футболист? Вторая волна коронавируса продолжает набирать обороты, побитые все рекорды весны. В мире заболевших уже 62 миллиона. Растет объем работы и у медиков. Борьба за жизни белоруса ведется в режиме 24 на 7. Максим Кембель провел рабочую смену вместе с врачом общей практики. Трудовой день Екатерины Гулидовой начинается ни свет, ни заря. В кабинете врач общей практики уже в 7.30. Здесь же и помощник, и медсестра. Все в безопасной экипировке. Защитные костюмы, экраны, маски и перчатки. На утренней пятиминутке обсуждается вчерашний день и фронт работы на сегодня. На часах в 8.00. Начинается прием пациентов. Измерить температуру, послушать дыхание, узнать, что беспокоит. Исходя из услышанного, специалист выписывает лекарства и направление на анализы. Этот сезон, признается медик, в ее карьере самый сложный. Поток людей увеличился аж в два раза. За смену на приеме до 50 человек. Плюс посещение на дому. К слову, стаж доктора 4 года за плечами Витебский медуниверситет. Конечно, нагрузка на врачей сейчас большая. И хочется, чтобы люди понимали это и относились с пониманием и к врачам, и к медицинским всем работникам. И помогали по мере своей возможности. То есть, использовали маски, обрабатывали руки антисептиками. И поменьше контактировали с пациентами, которые уже находятся на больничных листах и болеют. Поликлиники города уже больше полугода работают в особых условиях. Для людей с повышенной температурой предусмотрены отдельные входы. Созданы ковидные группы, появились и дополнительные телефонные линии, дабы миновать регистратуру и ограничить поход инфицированных учреждений здравоохранения. Врачи тоже под охраной. Все работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Тем не менее, ситуация остается тяжелой, констатируют медики. Дезаболеваемость растет. Это ваше лечение, рецепт на препарат. Поправляйтесь, пожалуйста, не болейте. Повторный осмотр через 3-4 дня. 14.00. Прием окончен. Екатерина Гулидова готовится к выезду. Тем временем специалисты колл-центра обзванивают пациентов. Татьяна Викторовна, к вам сегодня подъедет доктор. Ожидайте, пожалуйста. Хорошо? Домофон работает? Все хорошо, да? Да, конечно. Все. Не болейте. До свидания. Перед отправлением в путь медики меняют экипировку. В бригаде два человека – врач и медсестра. В дороге еще раз проверяется документация, оговаривается план действий. Первый адрес на сегодня – проспект Строителей, 60. Поликлиника. Список, по которому работает бригада, составляет санстанция. За смену медики объезжают свыше полусотни адресов. Кстати, по новому приказу Минздрава врачи вправе принимать решение брать мазок на коронавирус или нет. Это касается контактов первого уровня. И дальше уже согласовываем с ним дни изоляции по приказу, назначаем лечение и рассказываем, как он должен вести себя на изоляцию. Если это пациент с коронавирусной инфекцией, алгоритм действий такой же. Плюс еще обследование и сроки карантина. Повозвращается бригада в поликлинику только после того, как проверит последнего пациента. Иногда 8, а бывает и еще позже. Впрочем, на улице та же картина, как и утром. Заполнив документацию, медики наконец снимают с себя всю экипировку. И только теперь можно идти домой. Доктор Гулидова признается, сейчас приходится работать на износ. Выходные пациентов тоже никто не бросает. На дежурстве врач и ковидные группы. Как ни странно, главные помощники специалистов сегодня это сами люди. Формула здоровья простая. Соблюдение всех профилактических правил равняется победе над вирусом. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Отработанные схемы. Оперативникам ежедневно поступают сообщения о краже денег в сети. Интернет-мошенники, как нигде, орудуют на площадке бесплатных объявлений куфр и выманивают деньги по телефону. На неделю пенсионерка из Бобруйска после разговора со лживыми банкирами и вовсе осталась без 7 тысяч евро на карте. Алло, здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Вас беспокоит Приорбанк, специалист контактного центра. Меня зовут Константин. Да. Ввязался с вами касательно дополнительного подтверждения операции по вашему счету. Вы сейчас в личном кабинете самостоятельно переводили 500 рублей со своего текущего счета на Альфа-банк. Операцию данную подтверждаете и скажите? Нет, мы не переводили. Алло. Именно так началась очередная махинация злоумышленников. Ни с того ни с сего, вспоминает потенциальная жертва Яна Новицкая, о ней якобы позаботили сотрудники банка. Мнимый специалист инфоцентра назвал личные данные клиента. Фамилию, имя, отчество, адрес и четыре последние цифры кредитки. Потребовал все подтвердить, однако у девушки, как говорится, сработала чуйка. Она положила трубку и позвонила в банк. Молодой человек был настойчивый такой, уверенно говорил, что если я не назову данную информацию, то ко мне приедет мой курьер, где я буду обязана подписать документ о том, что я должна банку 500 рублей. Номер один и тот же, только код не 375, а 376, а номер банк одинаковый. Как позже выяснилось, код оператора плюс 376 – это Андора. В большинстве случаев аферисты звонят именно с иностранных номеров. Сообщения о киберпреступлениях, уверяют правоохранители, им поступают по несколько раз за день. Могут превысить даже цифру 15. Далеко не все жители включают бдительность. С начала года свыше 300 заявлений от потерпевших. В последнее время эта схема немного модернизировалась. Когда звонят злоумышленники, у них за спиной как будто эхо, колл-центра. То есть как будто люди общаются, переговариваются, передают друг другу. Многие граждане, когда получают такие звонки, говорят, что я никому ничего передавать не буду. Но злоумышленник входит к ним в доверие и говорит, что вы будете говорить не мне, а будете говорить роботу. После чего переключают на робота. Жертва думает, что действительно разговаривает сотрудник банка. Представляет реквизиты карточки, смс-код, то же самое. В это время робот передает в автоматическом режиме злоумышленнику и похищает один же с банковской карточки. Мошенники в сети работают по нескольким схемам. Кроме звонков из банка, в антитопе еще сайт объявлений Куфор. В этой уловке на крючок попадаются продавцы товаров. Им злоумышленники отправляют так называемые ссылки фишинговых сайтов. Как только человек кликает на электронный адрес и вводит данные, остается с нулем на карте. Фишинговые ссылки в последнее время участились и от Беларусьнефти. Киберпреступники предлагают якобы поучаствовать в розыгрыше. Прежде чем ее открыть, стоит зайти на официальный сайт и убедиться в правдивости информации, чтобы не пополнить статистику. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Ограничение на ввоз птицы, скорая виза в Таиланд и продленный срок действия. Беларусы могут повременить заменой документов. С чем это связано? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Обмен водительского удостоверения, паспорта и справок беларусы могут отложить. Это предусмотрено указом о продлении срока действия документов. Все для того, чтобы люди не ходили по инстанциям во время непростой эпидемиологической ситуации. Не стояли в очередях в отделениях ГАИ и в паспортных столах. Решение направлено на профилактику COVID-19. Документ уже опубликован на правовом портале. Беларусы могут потянуть, причем официально с заменой документов, срок действия которых истек или истекает с 10 ноября этого года по 10 мая 2021. Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях. В этом сезоне будет задействовано около тысячи снегоочистителей. На исправность проверена вся необходимая техника. В зависимости от погодных условий и типа дорог будут применяться несколько способов обработки проезжей части. Для реагирования на экстремальные погодные условия отработан план ПУРГА и механизмы взаимодействия дорожников с другими службами. Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Германии, Мидерландов, России, Франции и Дании. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц с высокопатогенным гриппом. Теперь ограничение касается живой птицы, инкубационного и пищевого мяса, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и альбумина. Беларусы смогут сделать туристические визы в Таиланд в ближайшее время. Можно будет открыть ее сроком до 60 дней с возможностью продления в Таиланде до 30. Для этого понадобятся определенные документы, в том числе медстраховка, покрывающая все расходы на лечение, включая COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Стоимость визы 40 долларов плюс 35 рублей за сбор. Белорусская железная дорога в канун Нового года пустит поезда для посещения Национального парка «Беловежская пуща», где находится резиденция Деда Мороза. Новогодний состав будет ходить два дня – 24 декабря и 6 января. Но при условии востребованности услуги его готовы пустить еще 26 декабря, 2 и 8 января. Еще одна новинка этого года – поздравление Деда Мороза по скайпу. Годится любой повод – от дня рождения до повышения по службе. Записаться можно на сайте Национального парка «Беловежская пуща». Дело Букасов. В Бобруйске завершился громкий судебный процесс. Мужчин приговорили к 2 и 4 годам лишения свободы. Подробности у Максима Кембеля. На скамье подсудимых двое мужчин – отец и сын уроженцы Бобруйска, 1966 и 1986 годов рождения. Еще на первом заседании 4 ноября оба полностью признали свое вину. Напомним, инкриминируют им совершение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Статья 364 Уголовного кодекса. Дело вызвало резонанс в обществе. Все началось вечером 10 августа. Сотрудники ГАИ останавливают таксиста для проверки документов, которых у него не оказалось. Госавтоинспекторы стали составлять протокол. Вскрылись и другие интересные факты. Собралась толпа. Призывы звучали самые агрессивные. Вдруг 53-летний мужчина нанес удар правоохранителю, а его 24-летний сын также без причины ударил сотрудника департамента охраны. Решили заступиться. Только у них и Уголовного кодекса разные мнения на этот счет. Нельзя не отметить у мужчин богатый послужной список. В начале этого года, 14 февраля, младшего Бугаса задержали сотрудники ОБЭП. В машине оказалось 5 коробок со спитосодержащей жидкостью. Старший тоже часто попадался правоохранителям. 53-летний бобручанин ранее уже был судим за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел из-за совершения побега из-под стражи. Но в основном он попадал в поле зрения милиции за незаконный оборот алкогольной и спитосодержащей продукции и привлекался за это к административной и уголовной ответственности. 27 ноября прошло последнее судебное заседание по этому делу. Оба мужчины признаны виновными. С учетом позиции государственного обвинения, а также личности обвиняемых, суд назначил обвиняемому в 1966 году рождения наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспалительной колонии в условиях строгого режима. Также присоединил неотвытое наказание по предыдущему приговору суда. Это в виде 3 лет 7 месяцев 8 дней лишения права заниматься предпринимательской деятельностью. Обвиняемому 1996 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием из правительной колонии в условиях общего режима. Сейчас в отношении таксиста возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение торгового павильона путем поджога, а также за умышленное приведение в негодность путей и сообщений путем поджога на территории Осиповического района. Правоохранители в очередной раз напоминают. Неукоснительное соблюдение всех законов гарантирует вам спокойную жизнь. Максим Кемель, Максим Галеонков. Итоги недели. Небезопасные поездки. В стране участились аварии, где фигурируют такси. Специалисты вышли на мониторинг. Только за 10 дней транспортная инспекция выявила порядка 500 нарушений по всей стране. Каких? Давайте посмотрим. В Беларуси день за днем фиксируют аварии с участием такси. Перевозчики пренебрегают правилами безопасности. Нередко расплачиваться как за проезд, так и за оплошность приходится именно пассажирам. Ситуацию мониторит ГАИ, транспортная инспекция и налоговая служба. Массовая проверка началась по всей стране. Спустя космотра. Печальник. Немножко печальный. Это плохо. В Бобруйске за 10 месяцев произошло 8 ДТП с такси. По вине водителей пострадали 9 человек. Еще 2 получили травмы в маршрутках. Всего же в этом году в Беларуси зафиксировано свыше 60 таких аварий. В них погибли 13 жителей. Часть ДТП произошла именно из-за пренебрежения перевозчиками требований безопасности. Это отсутствие допуска, несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха и нарушение ПДД. Чаще всего водители маршрутных, транспортных средств и автомобилей такси нарушают правила проезда пешеходных переходов и перекрестков. Проезжают перекрестки на запрещающий красный сигнал светофора и нарушают правила обгона. Неподалеку от автовокзала специалисты останавливают машину шашкой. Маршрут пассажира до торгового центра на 50 лет в УКСМ. При предъявлении документов у таксиста отсутствуют нужные справки. На конечном пункте водителя уже ожидают инспекторы. Визитку не успели сделать. Справку не успели сделать. Разрешение не выдали. К слову, визитная карточка – это немаловажно. В случае чего пассажир не знает, кто был за рулем. Плюс в этом случае нету и техосмотра. Госавтоинспекторы выписывают штраф. Довольно часто выявляется нарушение, такое как допуск водителя к управлению транспортным средством без предрейсового медицинского освидетельствования. За это тоже предусмотрена ответственность. Повторно, либо неповторно, первый раз это от 8 базовых величин на должностное лицо. Повторно от 15. К сожалению, сумма не маленькая, но должностные лица все-таки допускают и повторно допускают такие нарушения. Масштабная проверка маршрутных транспортных средств продолжится до 6 декабря. Сотрудники ГАИ в это время обращают внимание и на наличие зимней резины. Водителям напоминают, административная ответственность наступает уже с 1 декабря. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. До дома с удобствами техника автобусного парка номер 2 пополнилась новой моделью. Здесь предусмотрено все до мелочей. МАЗ-203 в основном курсирует по Минску. Приятным бонусом для горожан станет и кондиционер. О поездках с комфортом смотрите сейчас. Этот новенький МАЗ-203 выйдет на улице Побруйска уже в понедельник. Автобус сделан, как говорится, по последнему слову техники. Начиная от дизайна, заканчивая начинкой. Транспорт оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5. Комфорт предусмотрен как для пассажиров, так и для водителя. Теплый автобус. Очень много доработок. Удобная посадка, сидение, удобная панель. Сегодня вот шкалы видно, что как-то более совершенную. Огрев лобового стекла есть. Вот это плюс. Для зимы, допустим, это хорошо. На старых автобусах этого нет. Светодиодное освещение, речевой информатор, бегущая строка. Новинкой для горожан станет и кондиционер. Он встроен и в кабине водителя. Просторный салон рассчитан на 28 мест для сидения. Здесь же предусмотрена безбарьерная среда. Помимо специальной зоны для инвалидов, есть и дополнительная площадка для детских колясок. Представляет это себе аналог замены устаревшего уже на сегодняшний день автобуса МАЗ-103. Единственное, конечно, изменение подверглось. Конструктивные, экстерьер, интерьер, ну и некоторые новинки в подвеске. Данные автобусы будут применяться на всех городских маршрутах. При пополнении автобусного парка или при модернизации, при списании автобусов, если будем получать в дальнейшем такие же автобусы, то будут ходить и на пригород. Еще 12 таких же моделей пополнит автобусный парк номер 2 уже в январе. Это включено в программу ускоренного социально-экономического развития Бобруйска. В основном такую марку сейчас можно встретить на улицах столицы. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Праздник к нам приходит. Конец ноября – время, когда город начинает готовиться к долгожданному времени. Новогодние елки уже радуют бобручан возле крупных торговых центров на Минской. Ростом они в основном не выше 10 метров. Что же касается главной новогодней красавицы города, то рабочие приступили к ее монтажу еще в начале недели. Как и в прошлые годы, она будет сборной из нескольких десятков небольших елок. Засияет она в начале декабря. 25 ноября 2020 – черная дата для всего футбольного мира. В этот день скончался Диего Марадонна. Чемпион мира 1986-го и лучший футболист 20-го века по версии FIFA. Он блистал не только на поле, но и за его пределами. Диего Марадонна родился в трущобах Большого Бонус-Артона. Ему удалось избежать нищеты, став суперзвездой мирового футбола. Аргентинец, забивший за свою карьеру 259 голов в 491 матче. В общем, голосование за лучшего футболиста 20-го века опередил Пеле. Но FIFA, проводивший голосование, изменили правила, отдав дань чести обоим игрокам. В четвертьфинале чемпионата 1986-го Марадонна показал всему миру, насколько спорно он может вести себя на поле. Эта скандальность с годами проникла во все сферы его жизни. Аргентина играла с Англией, эмоции на стадионе бушевали. Всего четыре года назад закончилась война между странами за Фолклендские острова. На поле команды вели ожесточенную борьбу. На 52-й минуте при счете 0-0, находясь в штрафной зоне соперника, Марадонна подпрыгнул одновременно с вратарем Англии и кулаком послал мяч в ворота. Позже он сказал, что гол был забит отчасти головой Марадонны, а отчасти рукой Бога. Через четыре минуты Марадонна забил гол столетия. Он взял мяч на своей половине поля и начал движение к воротам противника, обводя одного игрока за другим. Оставив позади пятерых представителей английской сборной, он обошел вратаря и забил гол. Марадонна дважды бил мировой рекорд по трансферам между командами. В 1982-м он перешел в Барселону за 3 миллиона фунтов. Спустя два года в Наполе за 5 миллионов. Немыслимые деньги для футбола по тем временам. В Италии золотой мальчик показывал лучшую игру за всю свою карьеру. С ним команда впервые завоевала первое место в чемпионате в 87-м и повторила успех в 90-м, а в 1989-м стала обладателем Кубка Уэфа. Диего Марадонна скончался 25 ноября 2020 года. Ему стало плохо на родине, врачи сделали все возможное, но спасти гения так и не смогли. Это был его последний матч. Сердце лучшего футболиста 20-го века остановилось на 61-м году жизни. Вместе с великим спортсменом ушла целая эпоха. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»